Привет! Как дела? В начале ноября, в выходные, приближенные к пятому ноября, в Англии проходит праздник Bonfire Night, то есть Ночь огней, Ночь фейерверков. Что это за праздник? Сегодня об этом рассказ. Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. We see of no reason why gunpowder and treason should ever be forgot. Как вы уже поняли, праздник связан с государственной изменой и с тем мероприятием, которое произошло в историческом прошлом Англии. Итак, англичане ежегодно 5 ноября отмечают праздник под названием Bonfire Night. Небо всей Англии окрашивается яркими цветами фейерверков. Так, уже более 400 лет страна отмечает Ночь огней, Ночь костров. История праздника уходит корнями к 1605 году, когда группа заговорщиков, во главе которой стоял Гай Фокс, пыталась взорвать здание парламента, чтобы передать власть англиканским католикам. Если вы помните, по тем временам в Англии шла война за власть между католиками и протестантами. Так вот, незадолго до открытия парламента заговорщики арендовали подвал под зданием House of Parliament, то есть самого парламента. Затащили туда бочки с порохом и намеревались поджечь их в момент, когда там находился король Джеймс I и вся королевская семья, а также члены парламента. Но один из заговорщиков решил предупредить своего родственника, лорда Уильяма Паркера, одного из членов парламента, о нависшую грозе, чтобы тот не являлся на работу в намеченный день. Лорд же решил спасти не только свою шкуру, но и своего короля, раскрыв тайну заговора. Гая Фокса и его компанию поймали и заточили в Тауэр, а Англия с тех пор каждый год 5 ноября, в намеченный день взрыва, стала грохотать фейерверками и жечь костры, чтобы никогда не забывать об этом неудавшемся теракте. Многие знают, что маска Гая Фокса выглядит вот так. Она также известна как маска Аномниуса, маска Вендетта или маска Ви. Такая маска выступала популярным атрибутом во время протеста и борьбы против коррупции в конце 2000-х, начале 2010-х годов, строя и реформ власти на Западе, а также один из популярнейших интернет-мемов. Впервые она появилась в английском комиксе Ви, значит Вендетта, где ее носил главный герой Ви. Автор образа и дизайна маски является Дэвид Ллойд, иллюстратор этого комикса. То есть этих масок, маски Гая Фокса, не было на тот момент, когда пытались взорвать парламент. В связи с чем такую маску стали называть маской Гая Фокса, я не знаю, но скорее всего это вот связано с протестами против правительства. И сейчас во время Moonfire Night я сама не ходила, я не видела то, что происходит на парламентской площади, но я видела фотографии, которые снимали другие лондонские репортеры. Там постоянно проходят протесты вот в этих масках против правительства. Ну а сам праздник и дисплеи фейерверков гремят по всему Лондону в ближайшие к пятому числу выходные. В основном они все платные и проходят в больших парках, таких как Ричмонд, Лимбелдон парк, по-моему Александра Палас. И так как я постоянно работала няней и по вечерам должна была быть дома, я никогда не ходила на эти дисплеи, потому что платить 5-10 фунтов мне как студенту было не с руки. А бесплатные дисплеи проходили где-то очень далеко на севере, насколько я помню. Ну и так как осень, ноябрь, холодно, а фейерверки гремят где-то, когда уже стемнеет, 8-9-10 часов, мне не хотелось ехать в такую даль, стоять и ждать, мерзнуть, возможно под дождем. Поэтому никогда я не видела то, что происходит в Лондоне. Только единственный раз в своей первой семье, когда я убиралась в их доме, я помню почему-то я пошла в детскую комнату, и там на чердаке, ну дети жили под крышей, так скажем, можно было открыть окно, на крышу вылезти и посмотреть. И где-то вот так вот взрывались фейерверки, и несколько фотокадров мне удалось заснять. А так, в принципе, к сожалению, никогда не видела в Bonfire Night вот эти вот дисплеи. В Англии это называется дисплей, когда показывают какие-то фейерверки. Говорят красиво. Так что, если кто-то находится в Лондоне, набирайте Bonfire Night дисплей в Гугле, и вам выпадет количество мероприятий, которые проходят в пятницу, в субботу и в воскресенье в Лондоне, где можно посмотреть такие шикарные фейерверки. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok